Особое значение имеет вопрос развития международного экономического сотрудничества с третьими странами и интеграционными объединениями. В условиях санкций мы не должны замкнуться в самом себе в экономическом нашем союзе. Помимо так называемого коллективного Запада в мире достаточно государств, которые готовы развивать с нами равноправное и уважительное взаимоотношение. Ведется активная работа по заключению торговых соглашений с Египтом, Ираном. На подходе начала предметных переговоров с Индонезией проявляет интерес к соглашению о свободной торговле Объединенной Арабской Эмираты. Огромный потенциал имеет заключенный международный договор о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем. Его следует использовать для расширения взаимодействия в сфере промышленной кооперации, в том числе в инновационных областях, привлечения инвестиций, реализации транзитного потенциала нашего Союза, наращивания взаимной торговли. Сейчас необходимо сосредоточиться на работе по скорейшей реализации уже в этом году дорожной карты с китайской стороной. Также особое значение приобретает партнерство с КНР в сфере цифровых транспортных коридоров. Реализация данного направления поможет перейти на комплексную электронную технологию перевозки грузов железнодорожным транспортом между государствами нашего Союза и Китая. Особое значение имеет обсуждение целого ряда проектов по участию Республики Узбекистан в инициативах Союза. В этом контексте хотел бы отметить высокий уровень взаимодействия между Союзом и Кубой, а также интерес Венесуэлы, что говорит о значительном потенциале для укрепления нашего экономического сотрудничества. Вопросы не новые. В большинстве эти мероприятия уже проходили в наших документах и планах. Сейчас просто нужно уделить им больше времени и внимания с тем, чтобы добиться результата.